Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко строит себе огромную резиденцию под Сочи. Об этом стало известно из совместного расследования журналистов Белсад и объединения бывших белорусских силовиков Белпол. Сообщается, что резиденция находится в поселке Красная Поляна. В распоряжении Белпол оказались проектные документы группы компаний «Краснодар граждан проект», которая составила план застройки. Согласно плану, резиденция состоит из 12 объектов общей площадью 7374 квадратных метра, на участке площадью более 97248 квадратов. Резиденция белорусского диктатора будет роскошной. В ней есть стены из монолитного железобетона и позолоченные ручки на дверях, а также бассейны, кухни, рестораны, личный кабинет и вооруженная дозубов охрана. По данным расследования, строят резиденцию для Лукашенко тихо через фирму-прокладку за высоким забором и боятся, чтобы сведения о назначении не попали в СМИ. Все это свидетельствует о том, что Лукашенко готовится к возможному побегу из Беларуси в Россию. Так, в 2014 году покинул Украину бывший украинский президент Виктор Янукович. Белсад предполагает, что это имение Лукашенко будет использовать после ухода с президентской должности – добровольной или вынужденной. А строить резиденцию за пределами Беларуси Лукашенко, скорее всего, решил после выборов и протестов 2020 года. Как сообщает представитель Белпол, земля в Красной Поляне принадлежала белорусскому государству, но ее вывели из государственной собственности. Все происходящее в Сочи с этой землей – это самая большая на сегодняшний день кража режима Лукашенко у беларусов, у Беларуси в целом. Предварительная стоимость резиденции, по данным расследователей, может составить 150 миллионов долларов. Отметим, российский диктатор Владимир Путин также имеет огромную резиденцию на побережье Черного моря под Геленджиком. Его дворец стоит миллиард долларов и расположен на скале с видом на море. Как ранее описало издание The Business Insider, на планах Дворца Путина отмечены сложные туннели, пролегающие под дворцовым комплексом. В материале отмечалось, что Путин заказал это сооружение на случай худших сценариев развития событий. Продолжение следует... Продолжение следует...